Доброе утро! Мы с Захаркой уже не спим, он завтракает. Я жду свой кофе. И посмотрите, как у нас тут цветет и колосится газон. Нам очень повезло, что сейчас было сильное похолодание, и газон хорошо принялся. Он вообще не сгорел. Но как только его разложили, он был таким слегка каким-то помятым, желтоватым. И вот целую неделю даже дольше. Было 15 градусов, наверное, 18 максимум. И ему тут вообще, по-моему, отлично. Растения тут тоже очень даже нормально. И впервые за долгое время мне не жалко было летние дни. Лишь бы это все добро принялось. Потому что, ну знаете как, если бы пришлось менять какие-то растения, дополнительные затраты, кому это надо? Перетерпеть можно, никуда это лето не денется. Вкусная кукуруза. Игнашка, ничего страшного, не переживай. Нежнятина ты моя. Игнат, не размазывай. Томик ввел правило, что мальчики едят только на подносах. И вы знаете, я сначала возмущалась, но это работает. Ну, в смысле, не столько грязи. Они часто что-то там переворачивают, и потом не так все разливается по нашему столу. Кстати, кто там спрашивал, забивается ли еда? Нет, не особо. Ну, как видите, если пропылесосить, то все нормально, никаких крошек там нет. На ужин у нас будут блины. И вот как такое может быть? Два сына, абсолютно разные. И по характеру, и по темпераменту, и по внешности, и по вкусовым предпочтениям. Как такое может быть? Ведь генетический материал. Один и тот же. Ну, как видите, один хочет с голубикой, второй с малиной. Сейчас заворачиваю все в трубочку. И будут есть малыши. Слушайте, это должно быть во влоге, потому что еще никогда не было такой ситуации, что мы будем ночевать одни. Наш дедушка, ну как, не наш, а дедушка мальчиков, нас очень сильно удивил. Он пригласил их в гости, но это ничего особенного. Он говорит, пусть они остаются на ночь. У меня все равно машина в ремонте, я не буду работать, он таксист. И мы вообще такие, что будем делать? Куда бежать? На радости просто селем в машину и подоедем. Ну, поедем поужинаем. И, не знаю, я предложила кино. Посмотрим. Может, и в кино пойдем. Ну, как-то так. Вообще, очень спонтанно. И я даже немножко переживаю, справится дедушка или нет. И вообще, они там без вещей. Мне, как маме, как-то так, знаете, не по себе. Просто реально. Мы там оставляли у моей мамы, но мы возвращались. И мы потом ночевали. В итоге все вместе. А если немножко проснется... Ну, Захар уже один раз там спал у него, да? За пять лет. Или сколько? Ну, может, раза два. Ну, просто у нас дедушка таксист, и он работает... Начинает работать в 4 часа вечера и заканчивает поздно ночью. Поэтому никак не получается. Моя мама живет далеко, но и мы, собственно, там тоже останавливаемся. Мы сейчас едем на Кожимеш. Я тут так нарядилась. И взяла на всякие случаи балетки, потому что надела туфли, которые я обожаю. И если я пройдусь по брусчатке, то я думаю, что можно будет их выбросить. В Польше продается вино. По-моему, японское. Ну, я не знаю точно, где его производят. Называется оно Чоя. Томаш Мушинский. Ну, я без алкоголя напишу. Да. Дальше только резиновая женщина. Но вино вкусное. Классическое для меня слишком сладкое. А вот это я взяла драй, сухое. Прикольное. Мы приехали в ресторан, в котором я уже снимала. Это японский ресторан. Здесь и суши, и всякое такое. Сидит хозяин там дальше, с друзьями, я так понимаю. Берем, сейчас не буду его снимать. И контролирует процесс. Значит, сегодня будет очень вкусно. Хотя мы еще ни разу здесь не были. Чтобы было как-то невкусно, непонятно, непривычно. Всегда все на высоте. Покажу вам свой наряд дня. Жакет у меня из Массимо Дутти. Футболка Манго. Сумку, знаете, Манго. Шорты Манго. А вот туфли, я вам говорила, есть такой бренд Казар. Вот такие. Очень классные, удобные. Последний раз мы здесь были на мой день рождения. Гулять так гулять. Сэкономили на няне. Сегодня будем есть суши, Том. Приятного аппетита. Глэмлайф. Глэмлайф. Закончилось. Идем теперь на какую-то грузинскую кухню. Или что нам Тома сказал? Да. Хотя Пури на двоих. Ну, а сейчас это просто экстрим. Поэтому Томик держит меня за руку. Все прелести жизни в Краконе. Никаких кафедр. Нет, ну я шучу на самом деле. Но мы реально идем на качапки. Я есть не буду. Я не шутила. Серьезно. Здесь на Казимеже, где раньше мы покупали запеканки, открылся уголок. Ну, такое небольшое маленькое кафе. Грузинская хатка. Я вчера была прямо супер непродуктивным блогером, поэтому сегодня решила доснять кусочек. Томик где-то там, сосед смотрит, как я снимаю видео. Мне почему-то так неловко. Томик сегодня там погибает наверху. Он вчера встречался со своим другом и пришел в 5 часов утра. Как вы относитесь к таким... Словно меня смотрят. Как вы относитесь к таким мужским вылазкам в свет? Я вполне нормально считаю, что у каждого человека должен быть свой круг общения, свои какие-то интересы. И нельзя ограничивать мужчину или женщину только до круга семьи. То есть надо выходить, общаться еще с кем, тем более, если есть желание. И вчера, и сегодня какой-то странный день. Возможно, будет меняться погода. Я на это тоже реагирую. И вот когда муж куда-то идет со своими друзьями, я стараюсь не заморачиваться, не жду, когда он там вернется. В 3, в 4, окей. Иногда бывают ситуации, когда я ему звоню, что-то экстренное происходит. И тогда я названиваю по миллиону раз. Ну, как-то было так, что Захарка сильно заболел, и он проснулся среди ночи с высокой температурой. И у меня как раз закончился один препарат, норофен, и потом надо было еще что-то там, парацетамол, по-моему, дать. В общем, я ему звонила просто невероятное количество раз, а он все равно выключил звук, и меня не слышал. Мне пришлось поднимать Михаила, просить, чтобы он отправился в аптеку. Но это было давным-давно. Сейчас мы настолько далеко живем друг от друга, что пришлось бы уже садиться в машину и ехать все гораздо сложнее. Но у нас вечером на такси работает папа, и иногда, вот когда что-то прям суперсрочное, я могу позвонить ему в крайнем случае. И то он работает не до утра, и иногда так крепко спит, что не слышит моих телефонных звонков. Я прям тормоз сегодня. Извините, пожалуйста. Иногда такие дни тоже случаются. И сегодня техника меня также подводит, потому что я наснимала столько классных кусочков, в том числе и как отвозила деток домой, они так весело пели песню, и я понимаю, что мне надо сменить эту камеру, так как с фокусом вечно проблема. Вот такие блогерские какие-то будни. Также пробовала снимать видео на свой канал, как будто я снимаю для влогового. Нет, тоже ничего не получилось. Техника явно за что-то мне мстит. Поэтому я просто решила отпустить ситуацию и заняться чем-то другим. И вы также интересуетесь, когда будет влог из отпуска. Я в инстаграме говорила, что я не стала снимать, мне просто хотелось отдохнуть. И сейчас, когда я вернулась, набралась энергии, видите, организовала целую неделю влогов. Мне очень приятно, что вам понравилось. Я постараюсь не затягивать и повторить неделю влогов в ближайшем будущем. Я не говорю, что через три недели или через месяц. Посмотрим, когда будет вдохновение. Потому что, когда я снимаю видео, неважно какие, я всегда отдаю частичку своей энергетики. И мне надо тоже как-то восполняться. Тоже был классный вопрос по поводу того, как я восстанавливаюсь. Зачастую мне достаточно просто отправиться на природу куда-то с моей семьей и просто отключиться от социальных сетей. И возвращаясь еще к отпуску, я иногда так прыгаю с темы на темы, но такая я уже есть. Я в реальной жизни точно так же говорю, но стараюсь помнить цепочку. Хочется поделиться с вами одной мыслью. Когда мы приехали в отель, мы заметили, что у нас в душевой кабине плесень. Потом нам не меняли полотенца, не заполняли мини-бар. Я оставила полный развернутый отзыв в инстаграм. У меня есть отдельный пост. Можете посмотреть. Сейчас не буду повторяться. В общем, суть в том, что девочки мне начали писать, Оль, обратись к туроператору. Мы сделали это. И нам сказали, что нас могут переселить, но условия будут приблизительно такими же. Мы как-то думали, что надо будет спаковать вещи с детьми, переехать, потом ждать, когда нам дадут номер, пока мы заселимся, надо кормить детей, еще что-то там. Это того не стоит. Иногда в таких ситуациях просто надо расслабиться, отпустить ситуацию, и все. До свидания. Томак, ты жив? Сегодня Томак не выступает во влоге. Извините. Не в корме. Сегодня я уставший. Да. Без энергии. И мы просто, вот так, как я сказала, отпустили ситуацию и наслаждались отдыхом. Конечно же, я заболела, и все сразу. Томак, ты сказала, что надо возвращаться, а то я рассыплюсь к концу отдыха. Я к тому, что если есть какие-то негативные мелочи, которые вам портят отдых, день, еще что-то, перестаньте обращать на них внимание, и жизнь станет лучше. Мне самой сложно к этому прийти, но я действительно стараюсь. Но все-таки, когда ты очень ждешь отпуска и настраиваешься на отдых, главное его не отравлять себе. своим близким, и детям это тоже передается. Так что я как-то перестала заморачиваться, и мы настолько классно отдохнули. Мы познакомились с моими зрителями и несколько дней провели вместе. Сначала подружились наши мужья, потом наши дети, потом мы уже, потому что девушка, которая меня смотрит, она была настолько, она есть, такое скромное. Она не хотела как-то резко вторгаться в мое личное пространство, у меня очень культурные зрители, и всегда тактично подходят, общаются со мной, и если видят, что я занята, или еще что-то там, то всегда очень аккуратно, или поздороваются, или еще что-то там. Интересно, куда поехал Томак в таком состоянии? Мне пора отключаться, а то ему сегодня нельзя садиться за руль. Может, он о чем-то забыл? Все, пока-пока, до встречи в новых видео. Совсем скоро!